Есть бельгий ликер, по названию которого вы сразу догадаетесь, в каком городе он родился. Эликсир Данверс. Сегодня он эксклюзивно производится в красивом старинном кирпичном здании на улице Ханчеслан. Компания-производитель носит имя Франсуак Савье Дебюкелара, который в 1863 году в результате эксперимента вывел формулу рецепта Эликсир Данверс, ставшую классической. Приглашаем вас на экскурсию на паблик из контейера, который выходит в этот знаменитый ликер. Директорский кабинет служит и своеобразным музеем. Добро пожаловать на завод Дебюкелар. Мы выпускаем знаменитый Эликсир Данверс и не только его, но об этом чуть позже. Начинаем нашу экскурсию с этой старой комнаты, где с 1895 года до недавнего времени располагался кабинет директора завода. Я постараюсь вам раскрыть две темы. Первая. Что такое эликсир вообще? Откуда появилась сама идея? Кто первый начал изготавливать эликсиры? Во второй части нашей экскурсии я расскажу вам о семье Дебюкелар и покажу вам цех, где производят этот знаменитый ликер. Там же производят и другой эликсир, эликсир СПА, который не очень известен во Фландрии, а больше в Волонии, во французской части Бельгии. Если упомянут Эликсир Данверс в компании бельгийцев, они непременно вспомнят воскресный поход к бабушке с дедушкой, где даже малыши приобщались к этому волшебному напитку. На кусок сахара капались несколько капель ликера. Он ассоциируется у бельгийцев со старыми добрыми временами процветания королевства бельгийского. Много медалей получил наш герой на международных выставках. Здесь особенно гордятся грамоты, подписанные великим Луи Пастером в 1887 году в городе Буон-Сюрмер. Среди слушателей много мужчин с роскошными усами. Организовал экскурсию бельгийский клуб «Усачи» с Норрен Клаб. Фабрика де Бюкелар – бессменный поставщик бельгийского королевского двора. Правда, король Филипп забыл продлить контракт. Опасный шаг для королевской власти. Самым удивительным экспонатом директорского кабинета – сейф на 900 килограмм. Теперь наш путь лежит в цеха, где полный цикл производства ликера – 5 месяцев. Из 32 лечебных и пахучих трав, которые собираются в четырех разных уголках мира. Наш гид объясняет все четыре стадии производства. Емкости, в которых производятся все процессы, сами произведения искусства в стиле арт-деко. Чего только стоит кран в виде дракона, из которого льется почти готовый напиток. На первой стадии происходит смешение ингредиентов с чистым алкоголем. Вторая – это дистилляция, медленный процесс при нагревании. Затем напиток попадает в автоклав, где к нему присоединяются сахар и вода. Четвертая стадия – дозревание в дубовых почках. В результате по конвейеру бегут яркие бутылки. Бутылки, наполненные медового цвета ликером. В таких ящиках они отправляются в разные страны света. Символично, что первый офис компании находился на Барденмаркте, конном рынке. Одни из первых потребителей эликсира – это лошади. У каждого коня-заводчика в Бельгии в конюшне хранится ни одна бутылка ликера. Ветеринары прописывают скакунам это лекарство при расстройствах пищеварения, в желудочных коликах, как расслабляющее и болеутоляющее. Один бельгийский тренер постоянно привозит эликсир в Центр разведения арабских скакунов в Абу-Даби, в Соединенные Арабские Эмираты, в страну сухого закона. Живая вода называет бельгийца свой любимый ликер и также использует его в медицинских целях, как дайджестив, успокоительная и даже от бессонницы. Вкус эликсир Данверс можно распробовать и в конфетах, и в выпечке. Его добавляют в кофе и мороженое. А как вкусные блины с ликером, их можно отведать в старинных кафе-ресторанах. На фабрике производятся также другие ликеры. Эликсир Дю Спа, с травами, собранными в окрестностях курортного городка Спа. Знаменитый желтый яичный авокад, 21 желток на 1 литр ликера и другие. Словом, пейте живую воду в празднике и в минуты недомогания. Субтитры сделал DimaTorzok